Возможно, мы одно из самых последних поколений Homo sapiens. Так сказал израильский историк в своей речи, в которой он отмечает, что большинство людей не осознают, что происходит и что на кону. На Всемирном экономическом форуме в Давосе израильский ученый Ювальной Харари рассказал о том, кто будет управлять жизнью на Земле в будущем и как изменится человек в условиях постоянных технологических революций. Итак, друзья, а что же нас ожидает в том самом недалеком будущем, о чем предсказывают ученые, историки, просто люди, которые понимают, что же на самом деле происходит сейчас в нашем мире. Мир перестраивается, но, вероятно, для многих это незаметно. И лозунг этого ученого, который он выдвинул как мотив своей речи, как заголовок своей речи, вкладывайте в собственную приспосабливаемость. На протяжении истории понимание работы неоднократно менялось. В течение довольно большого периода, можно сказать, большей части своей истории люди вообще не работали, они выживали. То есть сама идея работы, я встаю в 8 утра, иду на работу, или там в 5.30 утра вы встаете и едете на работу к 8, и находитесь вы на работе до 5 или до 6 часов вечера. Это современное понятие. Раньше такого не было. Наши предки были охотниками, собирателями, в течение многих лет обходились без работы. То есть жили своим бытом, своей семьей. Помните, деревни, когда у людей были определенные свои обязанности по отношению к семье. Распахать поле, засеять пшеницу, но потом собрать пшеницу, связать снопы колосья, и дальше мельница, и дальше все совсем другое. То есть жизнь которой сейчас уже никто не живет. Все изменилось. Видите? Тревожности за потерей работы. Сегодня возникает у нас с вами, и в основном у молодежи, у людей среднего возраста. Это опять-таки новый феномен. В ходе революций промышленных, финансовых, человек постоянно испытывал страх, что машины возьмут вверх, а сам он станет ненужным. Впрочем, конечно, это, друзья, уже становится правдой нашей с вами реальностью. Сейчас люди сталкиваются с более страшным понятием, чем эксплуатация, со своей ненужностью. Когда тебя эксплуатируют, ты по меньшей мере знаешь, что ты нужен, что ты важен, ты востребован, что больше некому работать, и на тебя вся надежда, у тебя рождается чувство ответственности. А когда этого нет, то отсюда и проблема с ростом тревожности. То есть вы не востребованы. Новые профессии появляются, друзья. Вопрос в том, смогут ли люди себя переизобрести, то есть переиначить себя, перестроиться, чтобы занять такие вакансии. Кому сегодня по 20, это не факт, что через 10 лет они смогут занять важные вакансии для себя, чтобы устроиться в этом мире. Потому что профессии, которые придут в наш мир, они будут иными. Давайте с вами предположим, какие могут быть профессии в нашем с вами мире. Ну, скажем, лет через 5, 10 лет. Вообще речь идет о том, что человеку постоянно приходится перестраиваться. То, как мыслили вы 10 лет назад, это было совершенно иное. 20 лет назад вы мыслили тоже по-другому. И вот так целый каскад технических революций, которые дают толчок вашему мозгу. И кто может, тот приспосабливается. А кто не может, тот... Ну, видите, многие в таком случае не совладают с жизнью и уходят из жизни очень быстро. Люди вообще делают многое, что не считается работой для них. Например, растят детей. И большая часть работы, которую выполняют люди в последнее время, ну, последние, скажем так, 50-100 лет, просто не в их природе. Мы не можем назвать что-то естественной работой для человека. Человек сейчас слишком много внимания стал удивлять роботизации. И когда говорят о будущем рынке занятости, то нужно понимать, что в основном все процессы будут роботизированы. С одной стороны, это хорошо. Робот не человек. Человеческий фактор здесь исчезает. То есть не будет ошибок. С другой стороны, занятость людей становится невозможной при общей, всеобщей роботизации. Отсюда возникают ненужные люди. Ну, отсюда, собственно говоря, и массовое сокращение населения. То есть тайна правительства и правители всех стран, они задались целью истребить часть населения, потому что оно будет лишнее, ненужное. Что делает лишнее, ненужное население? Оно бунтует. Так вот, чтобы избежать в ближайшем будущем этих бунтов, идет целенаправленное, активное сокращение населения. Сейчас очень много создается беспилотников и машины. Вот эти беспилотные машины, то есть машины, у которых заданы параметры управления, они должны будут понимать даже, как ведут себя пешеходы. То есть эти машины будут учитывать человеческие эмоции. Они будут понимать человеческие эмоции. Машины также уже начали заменять банкиров, соцработников. И это все будет больше и больше входить в нашу с вами жизнь. И лет через пять, друзья, даже через три года начнется замена рабочих мест, что вы даже не поймете, вы не ощутите, не осознаете, что как быстро и как мгновенно все перестроилось. Если взглянуть на вещи чуть иначе, становится ясно, нужно защищать не профессии, а людей. Можно отбросить некоторую часть профессий за ненадобностью. Они не стоят того, чтобы их сохранять. Кто хочет всю жизнь быть кассиром, друзья? Никто. Это как бы временная профессия для многих, особенно для молодежи. И на сегодняшний день остро стоит вопрос о кризисе смысла работы. Молодые люди понимают, что им нужно работать, но они не хотят работать впустую. Им неинтересно. Тем более платятся копеечные денежки, то есть зарплаты копеечные, за которые молодые ребята не хотят тратить всю свою жизнь на эти копейки. Они понимают ценность своей жизни и ценность тех копеек, которые они получают за свою работу. Поэтому и возникает кризис смысла работы. Люди перестали уметь расслабляться. То, что люди ходят выпивать где-то, танцевать, знаете, такое впечатление, что они вгоняют в себя в еще больший стресс. На дискотеках, на своих даже пирушках. Они как бы, как натянутая струна. Хотят вылиться, хотят высказать свои проблемы. И получаются нервозные выплески. Но на самом деле человек не отдыхает. То есть он перестал уметь расслабляться и отдыхать. А поскольку жизнь у нас с вами, друзья, сильно меняется, то нужно думать о себе. Нужно вкладывать вот все, что вы имеете. Деньги, какие-то свои накопления, знания и в свою собственную приспосабливаемость к жизни. Все ваши инвестиции, обучение тому или иному просто навыку, да, например, программированию. То есть это то, что вы называете для себя работой. Это лотерея. Вы не знаете точно, пригодится ли вам это или не пригодится. Но во времена хаоса вам точно понадобится эмоциональная устойчивость, способность пережить все эти перемены. И это будет очень сложно. У нас с вами на сегодняшний день нет ни одного университета, ни одного учебного заведения, где бы этому обучали. Когда-то у меня был друг Геннадий Иванович Захаров, руководитель службы безопасности президента еще Ельцина Российской Федерации. И он, ну, в силу дружеских отношений, обучал моих двух сыновей вот как раз выживаемости. Как вести себя в лесу? Как делать то? Как делать это? Как ты должен справиться с такой или иной ситуацией, с задачей? Я тоже не могу сказать, насколько мои мальчишки взяли это от него, но мы храним добрую память о Геннадии Ивановичу Захарове как раз вследствие того, что он много внимания уделял моим сыновьям. И мальчишки помнят его и благодарны ему до сих пор. Речь идет как раз о вот этих самых знаниях. Как разжечь в лесу костер? Как защититься, когда на тебя нападают бандиты в лесу? А ведь когда начнется всемирный хаос, друзья, вы представляете, что будет твориться на улицах? Что будут делать люди, которые даже не понимают, что нужно сделать в такой ситуации, потому что их просто этому никогда и никто не обучал. Они даже не имеют представления, что нужно будет делать. Ведь через 5-10 лет на земле будут вообще другие жить люди. Техники и культуры на земле будет другое восприятие жизни. Они вообще будут по-другому думать. А мысли, менталитет будет влиять на тело человека, на разум человека. И вот, возможно, это тогда станет главным продуктом экономики. Как вы думаете, как будут выглядеть будущие хозяева планеты? Это будут решать те, кто владеет информацией. В руках те, кто будет ее контролировать, будет контроль за жизнью на планете. Информация, друзья, самый важный актив в мире. Не земля, как в древности, не промышленное оборудование, как в последние 100 лет. Что же произойдет, если слишком большое количество информации будет сконцентрировано в руках маленькой кучки избранных людей? Человечество разделится, но не на классы, а на различные виды. Информация так важна, друзья, потому что мы достигли точки, когда можем взламывать не только компьютеры, но и человеческий организм. Для этого нужны две вещи. Большая вычислительная мощность и огромный объем данных, в частности, биометрических. До сегодняшнего дня ни у кого не было этих ингредиентов для взлома человека. Даже КГБ или Инквизиция, имеющая возможность наблюдать за людьми, круглосуточно не могли сделать этого. Сейчас ситуация меняется, благодаря двум идущим одновременно революциям. Развитие компьютерной науки, расцвет машинного обучения, искусственный интеллект. И развитие биологии, в частности, нейробиологии. Это дает нам необходимое понимание, как работает человеческий мозг. Можно суммировать полтора века биологических исследований тремя словами. Организмы есть алгоритмы, и мы сейчас учимся тому, как расшифровывать эти алгоритмы. Возможно, самое важное изобретение для обеих революций биометрический сенсор, который переводит биохимические процессы в нашем теле и в мозге в электронные сигналы, которые может анализировать компьютер. Расшифровав эти алгоритмы, можно создать существ, которые будут гораздо лучше людей. Сейчас этот процесс ведется на трех фронтах. Первый – биоинженерия. Ученые выращивают новые организмы, обновляют старые, вмешиваются в организм на генетическом уровне и так далее. Но это и самый консервативный фронт, так как он использует традиционные кирпичи, из которых сложен организм. Каким мы его знаем, 250 лет, не более того. Второй подход более радикальный – комбинация органического и неорганического. То есть компьютерный интерфейс в мозге – вторая иммунная система, созданная из миллионов нано-роботов. Но даже в этом случае ваш мозг останется органическим, несмотря на то, что подключен к различного рода устройствам и интернету. А вот третий, наиболее радикальный – создание полностью неорганических форм жизни. Можно ли это сделать? Я думаю, друзья, это всегда было. Это было до нас, когда люди пытались создавать неорганические формы жизни. Они есть на нашей земле. Возможно, мы просто очень мало знаем. Люди вообще ведь не знают себя по-настоящему. Алгоритмы – это реальный шанс узнать себя лучше. И вообще я вам хочу сказать, информация – это самая дорогая вещь. у нас на Земле. Она стоит миллиарды. И контроль над информацией позволит мировым элитам сделать что-то более радикальное, чем цифровая диктатура. Взламывая организмы, элиты получат возможность перестроить будущее нашей жизни. И это будет величайшая революция всего живого на Земле. Если не урегулировать этот вопрос, крошечная группа людей, элита, получит к ней доступ и будет определять будущее на Земле. Я предлагаю для вашего саморазвития небольшой курс лекций, состоящий из пяти лекций как раз о нашей жизни на Земле. Просто вводная, небольшая вводная. И информацию об моих лекциях вы найдете внизу под видеороликом. А для связи пишите мне на почту и мы с вами урегулируем наши с вами уже взаимоотношения по вопросу и информации. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.